Радио Болтком Кто хочет помогать Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон И подари Надежду Телефон для благотворительных звонков 9-3-0-63-84 Плата за звонок 1 евро 42 цента Доброе утро всем, кто нас слушает В эфире программа «Зеленая лампа» Программа тех, кому нужна наша помощь И для тех, кто хочет помогать Ведут ее сегодня Ольга Авдеевич Здравствуйте Я Рита Трошкина И наш гость помогает нам включать сегодня зеленую лампу Поэт, прозаик, драматург, журналист Очень известный человек Ролард Добровенский Здравствуйте, Ролард Здравствуйте И, кстати, он почетный член Ответской академии науку А помогаем мы сегодня Включаем зеленую лампу Для двух малышей Четырехлетних Братика и сестрички Более того, они двойняшки Они в октябре должны поступить в неврологический медицинский центр в Санкт-Петербурге Потому что там проблемы со здоровьем И, в принципе, здесь врачи не могут определить, что с ними произошло Мы чуть подробнее расскажем дальше А сейчас просто напоминаем, что наш телефон 93006384 Евро 42 цента за звоночек Работает всю неделю До следующего вторника Для двойняшек Миши и Ксюши Егоровых И спасибо всем за каждый звонок Напоминаем, что наш гость сегодня Ролард Добровенский И не случайный у нас сегодня гость Потому что 11 сентября День рождения Райниса А традиционно сентябрь в Латвии Это дни поэзии И с кем, как ни с вами, говорить на эту тему Мы решили сделать сегодня такую литературно-поэтическую зелёную лампу Да Во-первых, я, конечно, рад, что участвую в таком добром деле Спасибо вам Ну, а во-вторых, со мной было так Я начинал со стихов И довольно рано в Хабаровске на Дальнем Востоке Выпустил первую книжечку Отвратительно Причём поступил запрос из Парижской Из Парижа, из Национальной библиотеки На эту книжонку Она стоила, по-моему, 6 копеек Но нет, не стоила Даже 6 копеек не стоила, по-вашему мнению? Нет, по-моему, нет И я так радовался, что в Париж уехала моя книжечка Но в те времена это было нечто невообразимое Ну, конечно, вскоре я понял, что я сделал Вот это были, ну, совсем плохенькие стихи И я пописал, пописал стихи и перешёл на прозу И из уважения к поэзии вообще ни одной стихотворной строчки своей Не писал примерно лет 40 Вот как А потом заглянул, есть такой портал стихи.ру И увидел, что там немножко больше миллиона авторов И никто не стесняется И я решил, что в конце-то концов Ну, одним больше, одним меньше И как-то вот, когда мне было Когда я был намного моложе Лет 75-77 Вдруг вернулись стихи И года три они вот накатывали Моя жена латышская поэтесса Вэлта Калтня Так вот, эта несчастная Значит, от толчка локтем просыпалась в 4 часа Вот что, у меня, послушай, ужас И это длилось довольно долго Представляете себе, пытка какая Ну, это же счастье, не только пытка, правда? Ну, она, например, поступает гораздо лучше Гораздо гуманнее, я бы сказал Она носит, носит, носит Себе в стихе ни слова никогда не говорит И потом вдруг, когда ей кажется, что готова Она в зубах приносит 8-9 стихотворений Ролард, ну, вот вы Как сказать, про вас говорят С Вэлтой, что вы более половины жизни Провели под одной обложкой Во всех смыслах, да? И более 40 лет И вы выпустили книгу под одной обложкой Вот эта книга сейчас перед вами лежит Давайте с неё и начнём тогда Да, книга вот вышла И интересно то, что Вэлта написала три романа И выпустила Что не менее важно И тоже очень долго не писала стихов У неё даже на русском языке Одна книжка в Москве выходила И 8 или 9 здесь у Латвии На латышском языке, естественно Вот И у неё тоже был огромный перерыв И вот когда у меня закончился Этот странный период Через пару лет Пришли стихи к ней Вот И вот сейчас ей Ну, нам вместе взятым А иначе нас не возьмёшь Говорю я обычно 175 лет Ой На двоих На двоих На двоих, да Вот она сейчас нас слушает Мы ей огромный привет передаём Спасибо Поздравляем тоже с днями поэзии Спасибо И вот вышла Лет пять назад Наша общая книжка С одной стороны Вот написано Ральд Добровенский стихи А если вот так перевернёшь То Дзея Вэлта Калтиня Одна половина на латышском Другая ей На моём родном русском Но это же Это разные стихи То есть это не дубли Это разные Это мои И её Это совсем разные стихи Давайте вы нам что-то почитать Из этой книжки А вот я прочиту первое стихотворение Которое называется Закат и немного латышского Скрипка и немного Да Да-да-да Медленно 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 Микромгновенья Сочту Не золотое А медное Солнце Ушло За черту Медленный 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 Вечер Сродни Ворожбе Сколько Закатов Отмерено Медленных Медленных Мэй-тэ-мэй Ты не забудешь меня Спасибо Вмечательно Браво Ну и одно Совсем другого Рода Псевдоисторическое Историческое Стихотворение Такое Если я его найду А куда я денусь Шелестят страницы Рапорт Товарищ Фараон Докладывает Сесерон В обверенном Мне Королевстве Все наши Девы Придевстве Замужние Спят С мужьями Покойники Дремлют В яме Все Вдовушки При вдовстве Вселивственные При листве Все хвойные Не без хвои Все хворые Не без хвори Воры Честно Воруют Кто пожирней Жируют Здоровые Здоровики Заряженные Дробовики На высоте Оборона На короле Корона У нас Любой Паразит Любовью К вам Паразит Все Уважают Святыни Все Утверждают Твердыни А кто Значит Вечно Против Что ж Не впервой Пороть Их Что за Село За город Ежели Еще Не пороть В таком Порядке Вещей Рифмы Шикарные У вас Просто Вообще Но Будем Перемежать Стихи Прозы По-моему Все-таки Стихи На слух Воспринимаются Не так уж Легко И поэтому Ну хотя бы Будем делать Устраивать Отдохновение Ну вот давайте Действительно Это было стихотворение О том Порядке Вещей Который Заведем Да И мы В нашей программе Всегда Стараемся Радиослушателям Напомнить Что при правильном Порядке Вещей Мы должны Думать Не только О себе А и о тех Кто рядом с нами И кому в эту минуту Нужна наша помощь Вот Для этого Придумана наша программа И мы напоминаем Что на этой неделе Мы рассказываем Историю Двойняшек Миши и Ксюши Егоровых Им 4 годика И 23 октября Их ждут В детском Неврологическом Медицинском Центре В Петербурге И на что Мама И просит Помощи На оплату Вот этого Лечения И диагностики Открыт Официальный Целевой счет В благотворительном Фонде Be Open С которым Сотрудничает Наша программа И Реквизиты Для перечисления Помощи И подробную историю И фотографии Вот посмотрите фотографии Какие чудесные Миша и Ксюша На сайте MixNews.lv В рубрике Зеленая лампа Вот Мы просим Вашего участия Да И в этой семье Трое детей Там еще и старшая девочка Поэтому Трудно им И представьте Что все расходы На лечение Деток Нужно умножать На два То есть Реабилитация Там любое занятие Умножаешь на два Потому что Их двое Они совершенно чудесные Малыши И нас всегда Всегда Вот Меня например Всегда как-то Прямо дергает Вот эта вот Цифра Что Мамы ведут Вот этого Особенного Сложного Ребенка На консультацию К специалисту И стоимость консультации От 50 до 70 евро А в случае Двойняшек Да Это там От 100 до 140 евро Это одно посещение врача Ну И как мы говорим Что если сейчас начать Вот пока им 4 годика Да Если сейчас начать Чем раньше начнешь Тем лучше результаты То есть У них Из-за Тяжелых родов Отставания В речи В развитии У девочки были Эпилептические приступы А в Латвии Врачи не могут Определить Как им помочь То есть Ну сложный случай Подробно все описано В статье На сайте Микс Ньюс ЛВ Можете там все это Прочитать И посмотреть На этих Прекрасных малышей С огромными глазами Мы про них еще расскажем Потом чуть позже Всего 2 курса Комплексной терапии Специальные Стоят 9200 евро То есть Это вот На двоих детей Спасибо За каждый звонок Напоминаем Что наш телефон 93006384 Ну и Гость нашей программы Ролл Добровенский Мы Закончили На том Что Остановились на том Что будем перемежать Поэзию Хотя Что как не поэзия Служит вот тому Чтобы немножко Делать нашу жизнь Лучше Красивее И добрее Да Ну давайте О любви Тогда Вот вы С женой С Велтой Познакомились Давно И где это случилось Расскажите нам Это я сейчас Расскажу Но сперва Присоединюсь К тому Что вы сказали И скажу Произнесу Позвоните И считайте Что вы Позвонили Лично Миши И Ксюше Поверьте Они Услышат Вот это точно А теперь Ну О любви Любовь Не чаянно Нагрянет Как говорится Я был автором Уже Нескольких Книжек И Была И по-моему Есть такая История Высшие Литературные Курсы При литературном Институте В Москве Там Это были Два года Для профессиональных Писателей Ну которые Уже считаются Ну которые Поработали Которые У которых Вышли Книжки И так далее Но У которых Нет Специально Литературного Или близкого К тому Образования Мы между собой Назвали это Лик без Ликвидация Безграмотности Так вот У моей Ну то есть У латышки Которая Приехала Из Риги Было Медицинское Образование У меня Диплом Дирижера Хора Правда Дирижировал Я Один раз В жизни В Германии Где я Служил Солдатиком И дирижировал Я хором Офицерских Жен Ох Как прелесть Вот Там был коридор На седьмом этаже Это гудящее Литературное Общежитие Литературного Института Это я вам Скажу что-то То есть Шумело Шумело Мне кажется На пол Москвы И вот На седьмом этаже Каждому Литератору Принадлежала В длинном коридоре Одна отдельная Комната Каждому Платили Нормальную Тогда советскую Зарплату Среднюю 120 рублей И великолепные Преподаватели Нас учили Уму-разуму И кроме того Мы учились Друг у друга Ну и вот Наши комнаты С Велтой Калтеней Были на разных Концах Г-образного Телефона Коридора Коридора Извиняюсь Вот Потом они Как-то Сходили Сближе Мы менялись Такое Потом оказались Совсем рядом И в конце концов Мы поехали Я не вернулся В Хабаровск А поехал Совсем в другую Сторону В Ригу И когда поезд Везжал сюда Впереди стояла Двойная радуга Здорово Это конечно Знак Двойная и полная И с тех пор У вас 175 лет На двоих На двоих Но не с тех пор 175 У нас только Один месяц Да Вот А Ну то есть Это был знак Роальд В вашей жизни Было столько всего И вы это Осмысливали Как писатель Как поэт А вот скажите Вас что-то еще Может в жизни Удивить Удивляетесь Чему-то Все видели Даже дирижировали Хором Офицерских Жен В Германии Да Конечно Конечно Что вас Удивляет И радует Ну насчет Радует Извините Не все Что удивляет Радует В эти времена Видите Считается Что старики Начинают Ворчать И говорить Что вот Наше то время И так далее Наше то время Было ужасное То есть я помню Хорошо Как наш эшелон Из Гатчины Под Ленинградом Уходил В эвакуацию В предпоследний день Перед приходом Немцев И как Самолетики Над нами летали И в скрещениях Прожекторов Видно было Что один из них Падает И бомбы Падали рядом Это я помню Из 1941 года Первая половина Прошлого века Как-никак И так что Я не могу Сказать Что наши времена Были Ах Какие Легкие И прекрасные Но Но Теперешние Побивают Многие Рекорды Не в ту сторону В какую Хотелось бы Все это знают Чего я буду Ворчать Ну хорошо А радует А радует Каждый Прожитый день Потому что Потому что У меня Запечатление Я Ну во первых Мы раза Три-четыре Каждый Спасли другому Жизнь Так получается За полвека За полвека Или Или там На Клухорском Перевале Три километра Высоты Мы вдвоем Шли С огромными Рюкзаками И какой-то Камень Громадный Летел Чуть ниже Прямо Как можно Больше радостей Ну да Вот день Неожиданный Он вообще Мне кажется Не полагался Мне Каждый Следующий Вот этот Где мы сидим С вами Ну Никогда не думал Что столько Придется Грубо говоря Лямку Вытянуть Но 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 Иногда Я Думаю Совсем Иначе А вот Смотрите У нас Сейчас Мы начали Говорить Про Райниса Да А Кстати Вот Общий Тираж Ваших Книг Посчитан Более Полутора Миллионов Экземпляров Наверное Если Точнее Вы нам Скажете Или Вы не Замечите Ну С половиной Риги Примерно Ну Вот Но Ведь У Книги Не Один Читатель Иногда Вот Например Свежий Пришел Читательский Отклик Правда Это Не стихи А проза Когда-то 51 год Назад Я написал Первую Свою Прозу Повесть Град Мой Китиш И Сперва Она В Альмонахи Ангара В Иркутске Вышла Это было Страшно Популярное Издание Там Стругацкие Печатались Так что Не благодаря Мне Нет Ну Вот А потом 100 тысяч Экземпляров Издали В Москве А ведь Книжка Была В библиотеках Ну Если Даже Один Ну Два Ну Три Читателя То Уже Не 100 тысяч Уже Не 100 тысяч А я думаю И вот Вдруг Совсем Недавно Вот Буквально Вот В августе На Фейсбук Мне Приходит Письмо Вот Вот Тада Ирина Пишет Мне Из Саратова Я не буду Все читать Она Нашла Меня На Фейсбуке Искала Годами Сказала Да А вот Город Под водой Ну Китиш Конечно Все таки Так же Как Замок Света У Латышей Нам Про образ Китишграда Тоже Вот Как Вы его Детство Как Как Город Китиш Который Где-то Глубоко На Глубине Который Затоплен Или Полузатоплен Но Жив И там И не сдался Никому И не сдался Никому И Он Живее Так сказать Тех городов По которым Мы бегаем Потому что Он Ну Идея Ведь это Больше Чем 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 Потрогаешь Ну Вот И она Говорит Этот Город Под водой До сих пор От фразы А это Финальная Где-то По улицам Голубым И глубоким Идет Усмехаясь Друг Мой Мишаня Комок В горле Вот Честно До сих пор Хотя прошла Жизнь С того момента Как я прочла Вашу книгу Зачитала Ее до дыр До пятен Растрепала Уж простите Это самая Грязная книга Из моих детских Никогда Не умела Читать аккуратно При всем уважении И ее Ее перечитала Даже не скажу Сколько раз Просто делала Это очень регулярно Пока не выросла А потом Перечитала Еще раз Уже Другими глазами И понравилась Она мне снова Ну вот Получить Через полвека Такой читательский Отзыв Это Знаете Вот из серии Нам не дано Предугадать Как наше слово Отзовется Ну не дано А вот дорогие радиослушатели У кого есть Дети Или внуки Вот обращаем Ваше внимание Град мой Китиш Роаль Добровенский Книга Вот найдите ее И прочитайте Своим детям Она в общем-то Для детей Но она и для взрослых Совершенно Потому что там Глубокие смыслы Ну для меня-то Она конечно Не детская Но и детская тоже Да-да-да Но это про детство Скорее чем А лично для вас Вот ваш личный Град Китиш Какие у вас Из детства Моменты Которые подпитывают Вас скажем Ну до сих пор А я только Только так И работать могу Подпитываясь оттуда Кроме всего Кроме того Что там была мама И все Кроме того Там была война В самом раннем детстве И книжка С ней связана Хотя и после войны Так вот Я был внутри народа И в это время народ Вот Вот это Никто не помнит Ведь об этом Даже как-то и не говорят Сама Сама война Это Ужас И мерзость Но Какое-то Человеческое Единство Абсолютно То есть Говорить о том Что оно неформальное Просто Чтобы выжить Надо было Надо было Буквально Сердцем к сердцу Прикасаться Чуть не всем Я вот помню Меня садили С поезда Я ехал В свое Московское Хоровое училище Из Великих Луг Где жил Тогда С каникул А билетов Не было И на крыше Было полно народу И какой-то Человек Взялся Меня Без билета Провести Это был Жулик Мама отдала ему Деньги Он спрыгнул На первой же Остановке А меня Садили Посередине До сих пор Помню На станции Западная Двина Сколько вам лет было? Мне было Наверное Лет 10 Это вот Представляете Ребенок 10 лет Его саживают Да Это 47 год Или 9 Или 9 Но очень строгая Была Контролерство Садила И И я сидел На этой станции Полный народа Голодного С мешочками Там все такое Одетого Часто в лохмотье Потому что Не было Хорошей одежды Это уж точно Все донашивали Что-то И так далее Вот в этом Тесном Тесном Надышанном Совершенно небольшом Деревянном здании Боже мой Какие истории Я слышал Как Что они Рассказывали Эти люди И И Там Такая высота Была То есть Причем там Пафоса То есть Там бы побили За пафос Если бы Какие-то Выспренние слова Кто-нибудь сказал Наверное бы Просто взяли И стукнули Потому что Это настолько Выпадало Из всего Это Это была Вот такая Внутренняя Такая Живая И глубокая Жизнь Но Я не этими словами Но я просто Был в ней Как Как молекула Вот И Это не уходит Это вот знаете Как Если кто научился На коньках Кататься То он уже умеет Вот И И вот это во мне Внутри Потому что Иначе я бы не смог Написать Ни слова Тем более Живя В стране Другого Главным образом Языка Ведь можно За полвека Все потерять Вокруг У меня У нас там Латышская Абсолютно среда Замечательные соседи Любим их Нежно Но Но они все По-латышски говорят И я тоже Только дома Я говорю Не знаю Как Я говорю Значит Конечно Главным образом На родном Материнском языке А Мы путаемся И вдруг Вэлта Соображаю Что Вэлта Говорит по-русски Со своим прелестным По-моему Акцентом А Который Радует Страшно Всех наших друзей Вот А А я говорю Значит По-латышски Тоже С акцентом Роальд А вот если Говорить О Вот о ценностях Да Вот вы начали Вот ложные Истинные ценности Сейчас как-то так Все стремительно Перепутывается Ставится с ног на голову А с высоты Скажем Вашего И жизненного И творческого опыта Вот ваше размышление На эту тему Один знакомый Рижский Говорил С высоты Своей Низоты Да Так Вы про фейки Или про что Что Вот С возрастом Что кажется Ну Важным что не важно Да Может быть Проходящим Наносным И что все-таки Остается Самым главным В итоге Раньше Тревожился Из-за одного А сейчас Я расскажу историю Давайте Однажды Я чуть не выгнал Свою жену К маме Ее сестра Ехала к маме Я говорю Ну поезжай Она давно тебя не видела За сто километров У Нерри Ты мама жила Замечательная С сидящим чувством Юмора Ну так вот Почему ты не хотел Свелти А я говорю Нет Нет Езжай Ну что такое Езжай Она поехала И на обратном пути Они врезались В стоящий В темноте Без освещения Грузовик Мне сообщили Что она В больнице Города Стучки Айскраук Теперь Я с огромным Букетом Рос Помчался Туда А мне не сказали Какие дела А там Была Была Египетская Мумия То есть Абсолютно Завернуты Во все бинты И так далее И только глаза Только глаза В крапинку Серые Наружу Наружу Ну Розу я отдал Сестре Конечно А Женщина моя Сказала Не смотри на меня Я наверное Некрасивая Но дело в том Что она не была Некрасивая У нее не было Лица Лицо Ей лепили Заново Хирург Кандаурова Заново Совершенно Черт лица делал Так вот Вы представляете Что там полтора месяца Я ходил в этот институт Стоматологический Понимаете Не было Не осталось Лица Много чего Не осталось Она была на той стороне Уже Вот В коме Все И дальше А она осталась Человек Велта Женщина Вот Тот человек Который мне нужен Он целиком Весь остался Этого Этого вот Нельзя Собственно Пересказать словами Но она была Вот здесь То есть Я думаю Если вы приглядитесь Вы поймете Что так оно и есть Вот То есть Человек Целиком Есть внутри И не зависит От того И вот Только что Книжка Ее Новая книжка С последними Датированными стихами Вышла К ее 90-летию Так вот Под коркой Нет Не под коркой А под Нормальной На мой взгляд Очень симпатичной Поверхностью Этых 90 лет Все та же Велта Все та же У нее Даже есть Одно из последних Стихотворений Называется Вайтапаты Та же самая Что раньше Или нет Тапаты Та же самая Вот я об этом Эти ценности Оказываются Все-таки Другие И знаете Я очень могу Понять Что хочется Быть богатым И это нормально И тем более Обеспечить там Свою женщину Своих детей Это более чем нормально Так и нужно Но знаете Начиная уже Наверное Лет 10 Оказалось Что столько Много Материального Просто лишнее И никогда Нам не было Нужно Никогда Не было По-настоящему Нужно Это И главное Что это У этого всего Нет никакой роли В нашей жизни Вот А роль Есть Только Оказывается У нас Тамих И в потрошках Извините Которые С которыми Всякое Происходит И очень важно Чтобы они Все-таки Служили Гады До последнего Да И И И И И в отношениях И в том Какие соседи И в том Какая погода И в том Сколько Честных людей Осталось И сколько Не стесняются Быть бесчестными Вот мне кажется Вот количество Таких людей Увеличилось Причем Увеличилось К сожалению Не на несколько Десятков Процентов А в разы Захромала Система То есть Религиозные Ценности Не со всеми Не всех Убеждают Как мы знаем Далеко не всех А без них Это Как-то вот Что Что можно Что нельзя Вот Говорят Он не рукопожатный Ну действительно Мерзавец Ну видно И слышно Мерзавец На каждом году Врет И не краснеет И подлечит И не краснеет И унижает Тех Тех Кто ниже И лебезит Перед теми Кто выше Ну вот Понимаете Что хотел сказать Ценности Остаются ценности Что стало цинизма Цинизма Больше романтики Меньше Так вот Раньше Раньше Не рукопожатый Вот о чем я говорю Да А сейчас Полно народу появилось Который Не рукопожатый И ладно А зато Какая у меня машина И он думает Что его репутацию Показывает То что он Едет на На Лексусе А не на Извините Как будто Это главное Ниве А он Не только Не стал лучше От того что он На Лексусе На нем Прямо написано Что Лексус Нечистый Нечистый Грязный И он Только доказательство Лишнее доказательство Его подлости Так что Так что Вот ценность Ценность Например В репутации Ценность Конечно В друзьях Конечно В друзьях Ценность Еще в том Чтобы не считать Врагом Каждого второго Человека В своем городе По каким-либо Причинам Это самоубийственно Для любой Из сторон Самоубийственно Почему так мало Улыбаются Вот иногда Едешь В электричке Одна улыбка И та Тринадцатилетняя Вот А А говорят Вот в Америке Полно улыбок Но они деланные Да лучше деланные Чем никакой Лучше В 10 раз лучше Потому что Она хотя бы Вежливость И желание Хорошо отнестись К идущему Навстречу И вот Это такая ошибка Дело в том Что Вот Ненависть К инакому Другому Не такому И оправдание Для этой ненависти И разжигание Ее в себе И других Это величайший грех Все равно Верующего Или неверующего Человека Величайший И он Убивает Носителя Дело В конце концов Ну если вам Так не нравится Тот-другой Ну не любите Вы его Ну ладно Не общайтесь По возможности Еще что такое Но себя-то Хоть немножко Вы может быть Жалеете Если не любите Ну пожалейте Себя Потому что Всякая Вот эта Страшно Негативная Агрессивно Негативная Всякая Вещь Она Убивает Внутрь Всегда Больше Чем наружу Вот и мы Собственно Вот эта наша Программа Придумана для того Чтобы люди Немножечко Остановились И подумали Что мы Даже своими мыслями Можем немножечко Увеличить Количество Любви Какой-то Доброй Энергии А у вас Есть цитата Старайся думать То Что не стыдно Сказать Вслух То есть К вопросу О наших Добрых Мыслях Да Но это не всегда Получается По-моему Настало время Один стишок Прочесть Это о нашем Невероятном Возрасте Свелты Давайте На дворе Дрова На дворе Трава Слышь Ты жив И прошу извинения И начинаю снова Надо было посмотреть В книжку А я забыл На дворе Снега На дворе Дрова Слышь Ты жив Ага Ну и я Жива Мы ведем Себя Вызывающе Я живой Пока Ты жива Еще Замечательно До слез И еще одно Какое-нибудь Стихстворение Все-таки Все-таки Дни повесили Правда же Да Будет 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 Осенье Называется Там Вдали Вздохни Поглубже Это Осень Предзимне Зеленеет Озимь Сквозит Березовый Лесок И дождь Идет Наискосок Легко Спонтанно Безопаски Все сущее Меняет Краски Прощальный Радуя Красой Проткнула Спица Легкий Зонтик А там Вдали На горизонте Маячит Женщина С косой Да У вас чувство Юмора Великолепное Как и стихи И Роллот Вот вы Мы смотрим Как вы читаете У вас же светятся Глаза Совершенно Вот просто Вот яркие Молодые глаза И просто идет Энергия какая-то Спасибо вам за это Вы внесли сюда Какую-то свою Очень-очень Красивую энергию Спасибо Ну я думаю Что глаза Не должны потухать До последнего часа Ни у кого А для этого Будьте людьми Вот да Я продолжу Что в принципе Можно сделать Один звоночек Сейчас Да мы всегда Настаиваем на этом Потому что евро 42 цента Это меньше чашки кофе А эти звоночки Соединяются в большую Большую помощь И вот эти вот Малыши 4-летние О которых мы говорим Ксюша и Миша Они очень ждут Нашей помощи Мы не успели Подробно о них Рассказать Но вот Потрясающие детки Миша любит сказки Ксюша любит стихи Кстати Миша вот читает Трех поросят А Ксюша Майдадыра Маму просит читать И в то же время Он такой мужчина Джентльмен Он о ней заботится Малыш вот такой Бегает Прекрасно Да А она Дама такая маленькая Она шляпки любит Она наряжаться любит И вот Все у них прекрасно Еще старшая есть Сестричка Которая просто мамина Незаменимая помощница Она занимается С малышами И очень-очень Помогает маме Вот сейчас только что Они приехали С реабилитации В центре Вайвори Там им немножко Так их поддержали И нужно Этим детям Ехать На лечение В неврологический Медицинский центр Санкт-Петербурга Поэтому мы просим Вашей помощи Для этой семьи 9300-6384 Это евро 42 За звоночек И спасибо всем большое За На прошлой неделе Мы помогали Трехлетнему Тиме Спасибо вот за Этого маленького Тиму Потому что Нужная сумма На лечение Ему собрана Дети Деньги пойдут На оплату Годового курса Аботерапии В центре аутизма И всего собрано 9254 евро И было сделано 1012 звонков Представляете Сколько много Спасибо вам огромное Пусть этот малыш И его мама Будут счастливы Наша программа К сожалению Прямо такими темпами К концу подходит Мы еще хотели Поздравить Ольгу Петерсон Давайте скажем Пару слов Да Обязательно Сейчас ведь Чак Один из них Александр Чак Один из героев Конечно Первых Этих Дней поэзии 120 лет Да Ольга Петерсона Считаю Мой друг Перевела Книгу Стихов Можно сказать Эпос Александра Чака О латышских стрелках Задетые вечностью Я тоже Переводил стихи Оттуда Когда-то В московских Книгах Это Извано Но я бы Ни за что Не взялся За всю Это громадину Это Это Очень Нелегкий И И долгий И большой Труд На котором Препятствий Поверьте мне Просто Даже профессионал Любого Очень много И то что Ольга Это сделала И то что Книга Вот уже Сигнальный Экземпляр Вышел Я Поздравляю Ее Я поздравляю Чака Со 120-летием И нас всех Я поздравляю Его героев Ну и нас Конечно Как читателей Как в качестве читателей И почитателей Кто Кто На это способен Мы присоединяемся С удовольствием Напоминаем Что Ролл Добровенский Очень известный Переводчик И он Переводил И Чака И Райниса И Зедуниса И Ояровацитиса И Мариса Чаклайса И к сожалению Мы вот просто У нас вопросов Еще миллион остался А программа Уже к концу Подошла Нам придется Еще раз С вами встречаться Мы не успели Очень много Вас спросить Я только хотел сказать Что сразу После передачи Я позвоню Отдельно Миши И отдельно Ксюше И то же самое Может быть Уже сделала В нашем За 34 километра Отсюда Велта Моя Спасибо Спасибо вам Мы вам желаем Здоровья Долголетия И еще Новых стихов Новых стихов Спасибо Если придут Запишу Хорошо Обязательно придут А еще Надеемся Что мы с вами Встретимся Здесь у нас В эфире Спасибо вам Огромное Ролод Спасибо всем Нашим радиослушателям 9306384 Это телефон Помощи На этот раз Для двойняшек Миши и Ксюши Егоровых Которым 4 годика Спасибо Спасибо всем Огромное Через Неделю Мы с вами Встретимся В эфире Радио Болтком На одной волне С городом Радио Болтком